Один из факторов, что многие считают, что фактором важным в экологическом вопросе является возобновляемые источники энергии. Как вы считаете, насколько это так? Помогут ли они экологический баланс установить? И каковы перспективы в России? Огромные перспективы. Первое. Я проповедую и сторонник того, что мы выработали в Институте энергостратегии российском, это то, что глобальные вещи энергетические должны корреспондироваться с локальными. Ну, в Тибете, не знаю, вы бывали, нет, я люблю Тибет и бываю в горах, там солнце, парабола, и чайник кипит, и все. И туда точно газ трубы не потянешь. Там надо, о чем разговор, там надо точно пользоваться тем, что там есть солнце, но уже не парабола, а, пожалуйста, другими элементами. Точно так же, условно, в Тундру, в какой-то маленький поселочек. Ты не потащишь за тысячу километров газовую трубу. Значит, надо либо там на месте найти газ, это вполне возможно, потому что нас хватает. Либо, как я говорю, смотреть терминал, либо еще что-то, либо солнечное. Огромные запасы гидры, всего. Гидра, термо, солнце, ветер, все должно быть востребовано, экономически обоснованно и применительно к региону. Привязано. Потому что там, где есть газ, и вот специально строить ветряки, ну это, конечно, нонсенс. И мы пока обеспечены на ближайшие многие-многие десятилетия газом. Конечно, Россия, надо продолжать газовый фактор усиливать и пользоваться этим, не теряя понимание, расчеты и применение, повторяя, тундры там до гор или там до Камчатки. Разные совершенно. У нас от Чукотки до Калининграда настолько разница огромна, что вообще трафарета не может быть. Поэтому все это возможно и необходимо даже. Ну а в мире тем более. Ну и у нас в России, повторяю, от Чукотки до Калининграда, мерить одной линейкой, это невежество преступно даже по отношению, ну просто к населению. Надо применительно к конкретному месту все это смотреть. И с того, с чем располагаем, что можем купить или что сами сделаем. Да, примерно так.